Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы заканчиваем изучение послания к Титу первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор последней, третьей главы этого послания. Здесь говорится об обязанностях, касающихся, в общем-то, всех христиан, и об обосновании этих обязанностей. Это с первого по восьмой стих. Говорится о том, чего Тит должен избегать в своем учительстве, как он должен обращаться с еретиками и другие указания. Об этом с 9 по 14 стих. И заключительное приветствие – это 15 стих. Итак, об обязанностях, касающихся всех христиан вообще, и об их обосновании с первого по восьмой стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Оказывается, христианам надо напоминать, повиноваться и даже покоряться начальству и властям. В то время начальство и власти – это языческие начальства и языческие власти. Это урок для всех христиан, в какой бы стране они ни жили. Они не пятая колонна, они не коллаборационисты. Христиане всегда молятся за властей той страны, где они живут, исполняют гражданские обязанности, живут ли они в Соединенных Штатах Америки, в Украине, в России, или они живут в Иране или в Ираке. Они везде должны быть хорошими гражданами своей страны, иначе на христиан будут смотреть как на потенциальных коллаборационистов и как на некую такую пятую колонну. Известно, что святитель Николай Касаткин очень серьезно относился к этому. Иоанн Дамаскин, который был министром при халифате, он был обвинен в том, что, будучи христианином, он ведет переписку с Византией против халифа. Это было страшное обвинение. Конечно, он этого не делал. Христианин – это человек, который имеет не только небесное, но и земное Отечество. Как говорили некоторые богословы, ненадежный для земного Отечества, для любого, неблагонадежен и для небесного. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Далее. Никого не злословить. Никого – это значит никого. быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Никого не злословить и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вот таким должен быть христианин. Поэтому недопустимо, чтобы христиане вступали бы в какие-то там полемические столкновения, отстаивали там какую-то внешнюю правду спиною у рта. Это совершенно неприлично для христианина. Христианин – это человек, который хочет понять любого другого человека. И примером для нас является Христос, который воплощается и становится одним из нас, чтобы стать ближе к объекту своей проповеди. Третий стих. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Павел говорит об этом как о том, что было, но уже прошло. «Когда же явилась благодать, помните, как сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа?» Здесь Павел пишет. «Когда же явилась благодать и человеколюбие, спасителя нашего Бога, Он спас нас». Внимание! «Он спас нас и по делам праведности, которые бы мы сотворили», то есть став спасенными. Не ради этого Он нас спас. «А по своей милости, потому что такова природа Бога, Бог есть любовь, а по своей милости, баню возрождения, указания на крещение, и обновление Святым Духом, указания на таинство конфирмации или миропомазания, которого излил на нас, то есть Духа Святаго, излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Дух Святой изливается на нас обильно, Дух Святой, который исходит от Бога Отца через Господа нашего Иисуса Христа. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновлению Святым Духом, которого излил на нас обильно, через Иисуса Христа, Спасителя нашего. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». То есть Дух Святой сходит на нас только через Сына Божия, то есть через то искупление, которое Он совершил. Ибо если бы Господь не очистил бы нас своей драгоценной кровью, мы не смогли бы принять Духа Святаго, который исходит от Отца, как здесь мы прочитали через Сына. Восьмой стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы Ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. Теперь о повиновении и покорности начальству и властям. Это очень авторитетный текст, апостольские постановления. «Всякому царству и начальству повинуйтесь в том, что угодно Богу, как служителям Божьим и наказателям нечестивых. Воздавайте им всякий должный страх, всякий взнос, всякий оброк, всякую честь, сбор, подать. Таково именно постановление Божие, никому не оставаться должным ничего, кроме изъявления дружбы, которое постановил Бог через Христа». То есть через Христа нам явлена божественная милость и любовь, значит, мы должны быть дружелюбны по отношению ко всем, в том числе и к начальникам, и к властям. «Никого не злословьте», Ефимий Зигабен объясняет, «не злословить ни одного человека, каков бы он ни был, потому что если он хороший человек, то ты в отношении к нему окажешься клеветником». Если ты его злословишь, то он хороший. Если же он дурной, то и это тебя не касается, не твое дело судить другого, ибо ты, кто еси, говорит апостол, судяй чужого раба. «Это речь не к учителю, а к учащимся не сварливым быть, но тихим, оказывать всякую кротость ко всем человекам, ко всем человекам, не только к верным, но и к неверным, не только к добрым, но их злым». Конец цитаты. И вот эта фраза, на которую мы обратили внимание, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили», Эфимий Зигабен пишет, «Он спас и оправдал нас не за дела, совершенные нами по требованию правды законной, согласно с добродетелью, и вообще правильно, не от дел, которые бы мы сотворили, потому что мы и не совершили их, да и как возможно, когда мы были полны таких грехов. Но Он спас нас по Своей милости, так как Он милосерд и сострадателен». Далее Он указывает и самый образ спасения «баней возрождения», здесь Эфимий Зигабен поясняет, «через святое крещение, которое, как Бог, дарованное очистилище, через него очищает всякую нечистоту всеобщего первородного греха, и подобно матери таинственно возрождает крещаемых и из ветхих делает новыми». Почему Он далее прибавляет и обновление Духа Святаго, и через обновление духовное, как нельзя поддержать дом, совершенно обветшавший, если он не будет весь, переделан заново, вновь? Так точно поступил и с нами, обветшавшими и расслабевшими от грехов величайший художник и строитель Бог. Он не поправил только нас, всецело поврежденных, но пересоздал и всецело обновил, ибо это-то и есть в собственном смысле обновление. Конец цитаты. Далее с 9 по 14 стих говорится о том, чего Тит должен избегать в своем учительстве, как он должен обращаться с еретиками и несколько других тем. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Это, я разумею, по отношению к иудеям, которые придавали большое значение ордословиям и распри о законе. Далее говорится об отношении к еретикам, то есть состязаний с иудеями удаляемся по поводу еретиков. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужденным». Здесь не сказано, что еретика надо отвращаться, как только мы его увидим. Конечно, нет. «После первого и второго вразумления», то есть надо употребить максимум усилий, чтобы направить еретика на истинный путь спасения. Конечно, это не задача для всех мирян, а только для тех, которые имеют особые благословения, поэтому если вы где-то сталкиваетесь с сектантами, еретиками, раскольниками, есть возможность с ними общаться, лучше пригласите более опытного миссионера, священнослужителя, чем сами пускайтесь в какие-то дискуссии. Вы можете только навредить. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Он просит Титоча какое-то время прибыть к нему, как он просил об этом и Тимофея, и Марка. Ему нужны всегда сотрудники, помощники, сработники. Апостол Павел не был самоуверенным человеком, который думал бы, что своих сил у него хватит. Далее. «Зину, законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». То есть, какой-то там законник, Аполлос, все равно надо на них заботиться. «Чтобы у них ни в чем не было недостатка, пусть и наши учатся упражняться в добрых делах в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Наши – это другие христиане этого места. Вот эти слова «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся» святитель Амвросий Медиаланский объясняет так. «Написано «Заткни уши твои» и в другом месте «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей» и опять так «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». И так «Как доброе кормчее да возможем миновать ее пещеру ересей самым осторожным способом, распустим паруса веры и снарядим снасти Писания». То есть в общении с еретиками мы проявляем веру и у нас есть снасти Слово Божие Писание. Вера как парус, а Писание как снасти, с помощью которых мы можем помочь человеку избавиться от ереси. Это работа святителя Амвросия Медиаланского «Пять книг о вере». И в Священном Писании сказано Евангелие от Матфея 18 глава 15-17 стих «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Вот здесь мы видим, что значит поговори там один, второй раз с еретиком, а потом, если не принял, повешь церкви и все, старайся с таковыми не общаться. Далее заключительное приветствие, 15 стих «Приветствую тебе все находящиеся со мною, приветствуй любящих нас вере, благодать со всеми вами. Аминь». Владыка Аверкий Таушев пишет «Последнее заключается распоряжениями апостола, приветствиями и благословениями». А святитель Иоанн Салтауст пишет «Говорит им о любящих его или вообще о верующих благодать со всеми вами. Аминь». Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы сделали обзор третьей главы послания к Титу первоверховного апостола Павла и завершили изучение этого послания. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы приступим к изучению другой книги Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы узнать о новых циклах и беседах, которые проводятся здесь. И молитесь за нас. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok